Всем привет! Вы, наверное, узнали это здание. Все верно, это главное здание Рокфеллеровского центра. Но мы сегодня зайдем вовнутрь. На первом этаже можно прогуляться по магазинчикам, но нас интересует вот это. Это магазинчик известной американской киностудии под названием NBC. И вообще здесь не только их магазинчик, но и штаб-квартира. Все, что вы видите, это их собственное производство. Вы не только можете купить что-нибудь на память о своих любимых передачах и сериалах, но также вы можете сделать тур, где вам расскажут о истории и проведут по разным помещениям студии. Вы даже сможете сами провести передачу новостей, но, предупреждаю, все это надо делать на английском. Кто из вас помнит сериал, друзья? Я думаю, многие, ведь этот сериал стал культовым в 90-е годы. Ну а если кто-то не знает этот сериал, советую посмотреть. Он рассказывает о жизни шести друзей, которые живут в Нью-Йорке. А это именно тот самый дом, якобы в котором они все жили. Все верно, я нашла его в Нью-Йорке, чтобы сделать для вас фотографию. Ну а теперь давайте поднимемся наверх и посмотрим на Нью-Йорк красоты. Куда же именно мы с вами сейчас поднимемся? Ладно, я колюсь на самую лучшую смотровую площадку в городе. Top of the Rock. Итак, поехали! Как вы видите, потолок в лифте стеклянный. Вас не только развлекаются, но еще вы можете видеть, как вы приближаетесь к цели. Ну, наконец-то приехали. А вот он и первый этаж площадки. Вы видите мои эмоции? Я просто не верю, что нахожусь на 70 этаже. Посмотрите! Здесь так красиво! Вот он Empire State Building. А вот тут Times Square. Вы, конечно, видите и кучу других зданий, но я не нагружаю вас всеми этими названиями. Просто наслаждайтесь видом! Ну а теперь поднимемся этажом выше. Как вы видите, он тоже застеклен, но теперь мы можем гулять по кругу, в отличие от первого этажа. А вот и третий уровень. Он полностью открыт. Ну а это Центральный парк в Нью-Йорке. Центральный парк. Один из крупнейших в США и известнейших в мире. Представьте только, что длина парка 4 километра и что его посещают 25 миллионов человек в год. В парке есть несколько искусственных озер, куча аллей, два ледовых катка, лужайки, детские площадки и свой зоопарк. Когда бы я подумала, что на такой высоте, может быть, так спокойно, так тихо и практически нет ветра, просто красота и погода замечательная. Что не каждый день в Нью-Йорке. Это я уже убедилась на себе. В ночь перед Рождеством в 1989 году Нью-Йорк получил неожиданный подарок. На Уолл-стрит появилась огромная бронзовая статуя разъяренного быка. Бык просто огромен. Длина его составляет почти 5 метров, а весит он более 3 тонн. Вообще, задумка автора Артура Гримандика символизирует стойкость и веру в будущее американского народа. Особенно после всемирного финансового кризиса в конце 90-х годов. А почему именно статуя быка? Да потому что на жаргоне Нью-Йоркской биржи быками называют маклеров, играющих на повышение курса акций. Как вы видите, бык просто отполирован руками тех, кто верит, что он приносит удачу. Самое интересное при этом, что больше всего блестят те самые подвески, за которые и я подержалась. Нью-Йорк, ну просто напичкан едой. Особенно фастфудом. Вы повсюду видите передвижные вагончики с хот-догами, гамбургерами, шаурмой и так далее. Это как бы привычная еда для Америки. Но меня удивило, что они и брецели едят с удовольствием. Хот-доги, бургеры и брецели – это все еда, завезенная в Америку из Германии. А так как я живу в Германии, я решила, конечно же, сравнить. Брецель на вкус или прецель, как американцы его назвали. Могу сказать точно, что это хоть и вкусно, но не одно и то же. Ну а теперь немного о другом виде еды. Я ее назвала кухня на колесах. Эта еда тоже напичкана разными добавками и усилителями вкуса, но, по крайней мере, вы можете заказать супчик или полноценное второе. Эти вагончики с интернациональной кухней подъезжают к офисным районам на обед и, как вы видите, пользуются большим спросом. Ну а мы с вами идем дальше. Эту пиццерию в Нью-Йорке я вам советую посетить. Самая дешевая и самая вкусная пицца, которую я пробовала в Америке. А вот и пицца за 99 центов. Это для тех Нью-Йорксов, которые в кармане не так уж и много денег. Попробуем вкусно или нет? Горячая. Ну а теперь протестируем сладостей. Каких вы только там не найдете. Но я взяла себе обычное печенье, американские куки. Правда большого размера. Если вы хотите что-нибудь пошикарнее, то я вам посоветую The Cheesecake Factory. В этом ресторане огромный выбор чизкейков. Эти творожные тортики не только красивые, но и очень-очень вкусные. Но не советую злоупотреблять. Калории в них я тебе дам. Да и в принципе и во всей еде в Америке. А теперь главные блюда. Там их тоже немалый выбор. Разного плана сэндвичи, гамбургеры, мясные, вегетарианские блюда. В общем разнообразная кухня. В ресторане отличный сервис. Очень хорошая еда и приемлемые цены. На двоих где-то получается 80 долларов. Но не забудьте про чаевые. Это в Америке принято. Они составляют от 15 до 20 процентов от стоимости заказанного. Круклинский мост двухуровневый. Для машин, переход для пешеходов. Деревянный мост. Он был построен в 19 веке. Вот такой огромный, шикарный мост. А вот вам и интересный факт в истории моста. Когда Бруклинский мост готовился к открытию, было предложено пустить через него группу слонов, но власти отказались. Но после того, как одна женщина оступилась и упала с моста, и появился слух, что мост тоже рухнет, власти все-таки согласились и провели парад слонов. 21 слон и 17 верблюдов благополучно пересекли мост, доказав, что он надежный. Бруклинский мост навесной. Посмотрите, сколько кобелей держит этот мост. Каждый из них состоит из 19 отдельных жил, а те, в свою очередь, из 278 отдельных проводов, что позволяет мосту выдерживать очень большие нагрузки. Но, несмотря на это, мост движется. Он поднимается где-то на 7 сантиметров в холодную погоду. С моста открывается отличный вид на даунтаун Манхэттена. Ну, а с этой стороны даунтаун Бруклина. Туда мы с вами сейчас и идем. Мы в Бруклине. Мы перешли в Бруклинский мост и оказались как будто в другой стране. Здесь тишина. Ну, не считая детских криков, потому что сзади школа этот шум и гам большого, крупного города, он остался позади. Посмотрите на эти типичные американские дома. Просто, просто так. Ощущаешь себя в каком-то фильме. Частью фильма. Хочется туда подняться и постичаться. Здравствуйте, я ваша тетя. Устанавливается в Тонбирске. Мы на набережной Бруклине, и это вид на Манхэттен-даунтаун. Этот вид часто встречается в фильмах и сериалах. Такое ощущение, что самая же частичка американского кинематографа. А там вдали очень маленькая статуя Свободы. Но мы её ещё ближе увидим. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok